Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передача Якутск Сегодня. Сегодня наши коллеги республиканского радио ТЭТИ уехали в командировку в Чуропчинский улус и встречают весну с его жителями. Этот прекрасный день и наш выпуск мы посвящаем также ярким представителям Чуропчинского улуса Павлу Абрамову и Марьяне Николаевой. У микрофона я, редактор Мария Ким, со мной мои коллеги Мария Сумхолырова и Ольга Степанова. Марьяна Николаева является основателем якутского маркетплейса ЕКТ-экспресс, о чем она сегодня нам очень подробно расскажет. И Павел Абрамов, основатель Якутск. Вопросов будет очень много, к вам особенно. Начнем с Марьяны. Расскажи, пожалуйста, Марьяна, про свое детище, про то, какое отношение ты имеешь к Чуропчинскому улусу, про своих родителей, мужа. Я-то знаю, а про это нужно рассказать. Добрый день всем. Мои родители родом из Чуропчинского района. Мама из села Ужолун. Ее зовут Иванова Варвара Петровна. Ну, по-девиче дичковская. Папа у меня был Иванов Никита Михайлович. Он из села Хаталы. Он был геологом, инженером. Ну, родители у меня, получается, переехали в Якутск еще после института. Но мы каждое лето, на все каникулы, постоянно проводили время в Хаталы и в Ужолуни. Сейчас, а, кстати, забыла сказать, главное, что у меня муж тоже Чуропчинский. Все-таки тут. Да, да. Из села Мондагай. И вот сейчас мы с детьми постоянно ездим в Мондагай. Это просто рай. Там дети у нас постоянно купаются в реке Амга. Что еще? Ну, вот Чуропчинский улос приоритетное место в случае. Да, конечно. Ну, дальше Чуропчинь никуда не уезжает. Про ту работу, которую вы сейчас ведете во время... А, ну, во время декрета, да. Кстати, не сказала. У нас трое детей. Старше Никита, 10 лет. Потом идет Олекса. Ей 6 лет. В этом году идет в школу. И младшая Анита. Ей сейчас полтора годика. Во время вот как раз третьего декрета я сидела дома и думала, чем бы мне заняться. И моя боль это была, как наш муж еще, папа наш, работает вахтовым методом, он энергетик в Алмация на баре, уезжает на 4 месяца. И мы постоянно с тремя детьми остаемся сами одни. Ну, сами понимаете, с маленьким ребенком. Жил я в авторе купленном памятнике. Мы идем в магазин, наши холода, зимой особенно, это вообще проблема номер один. Поэтому я задумалась, почему у нас в Якутске нету своего якутского маркетплейса, где вот ты заказал, и тебе сразу же привезли доставочку. Приходится, я не знаю, искать в Тугисе вот постоянно, да, звонить, там, по WhatsApp писать, ждать их фотографии, когда они там пришлют тебе. В общем, очень сложно, поэтому я решила открыть свой маркетплейс, Якута-экспресс. Теперь жители Чуропчинского улуса должны знать, что основательница якутского маркетплейса Марьяна Николаева является землячкой, да, скажем, жителей Чуропчинского улуса. И вот как успешно вообще, какие обороты он набирает, и сколько ему лет? Ну, он, по идее, меньше годов, а свою нишу мы определились, наверное, перед Новым годом. У нас вот официальное было открытие, что именно с местными якутскими товаропроизводителями работаем. На нашем маркетплейсе уже представлено более 60 магазинов, такие как продукты питания, якутская посуда, сувениры, ножи, одежда и много-многое другое. Это обороты хорошие, имея в виду не финансовые, имея в виду и по развитию, по тому, как включается вот этот маркетплейс. Да, мы активно постоянно в поисках, как сказать, новых партнёров, ходим по ярмаркам, тоже ищем наших мастеров, которые вот что-то вот сами производят. Чтобы всех объединить и занять площадку. Практически сейчас, в наше время, это очень актуально. Ну, да, конечно. И жители... Сейчас, в связи с тем более с закрытием, вот не буду говорить, в социальной главной площадке, это вот стало намного актуальнее. Не надо включать VPN, просто скачали проложение, заказали и ожидайте доставку. А скачали это вот всё в App Store? Да, уже доступно для скачивания в App Store, Google Play. Якутский маркетплейс, ЕКТ-экспресс. Ну, на данный момент у нас пока больше трёх тысяч скачиваний, активных пользователей точнее. Вот, ну... Продажа поступает. Продажа поступает. Отлично. Сейчас мы познакомим наших зрителей с Павлом Абрамовым, основателем. Получается, это как информационная площадка же, да? Да, информационный портал. Получается. Ну, сперва всех приветствую, дорогие родослушатели и те, кто смотрит нас по НВК или в Ютуб потом просматривает. Да, сперва хочется поздравить всех жителей Чуропчинского луса, да, всех людей, которые родом оттуда, всех людей, которые там учились или работали, или, ну, как-то связаны с Чуропчином. В общем, всех с днями Чуропчи. Если рассказать про портал Якутского, да, то, да, это больше такой информационно-развлекательный, да, то есть там новости, афиша событий представлена, билеты в кино, форумы, форумы, ну, и акции, скидки, каталог организаций. В общем, это такой аналог, ну, альтернатива ушедшему ЕКТ, если так вкратце говорить. А сколько лет? Так, проект, ну, как говорил, он начался с апреля 22-го года, вот когда, ну, был такой популярный якутский, самый популярный якутский портал, получается, да, многие ими пользовались, и вдруг, ну, каким-то обстоятельством резко его не стало. Возник какой-то некий вакуум, да, люди там, где читать новости, там, покупать билеты, ну, такие вопросы были, да. И вот я сам программист по образованию, раньше занимался тоже сайтом, и, ну, решил просто попробовать сделать, да, потом ко мне приснились единомышленники, и так образовалась команда образования, и, в принципе, без каких-то особых крупных, да, инвестиций, чисто на свои средства, вот сделали этот портал, работали там, и развиваем его. Ну, вот сейчас уже получается, ну, официально как компания, мы зарегистрировались с начала 23-го года работаем, то есть уже, ну, официально как компания уже больше года работаем, а так само начало этого проекта получается уже два года как. — Расскажите про свою родину, откуда вы родом? — Да, я родом из села Телей-Диринг, это в Чоропчинском Лусе. — Это вот русское произношение Телей-Диринг. — Ага, по-якутскому Телей, вот, я там рос, учился, родители мои учителя, были учителя в этой школе, долгое время работали, вот, в том старших классах я перешел, ну, поступил в Чоропчинскую гимназию, там учился, получается, после школы обучался в Сибирском государственном университете телекоммуникации и информатики, это город Новосибирск, вот, закончил и с 13-го года жил в Чоропче и открыл ИП, получается, в 13-м году. Это я открыл сервис обслуживания и ремонта цифровой техники «Вектор». Наверняка все жители Чоропчинского Лусе знают, но раньше было в культурном центре АЛГ, вот, мы начали его с моим партнером Чулстаном, который до, вот, долгое время потом тоже вот работал, этот центр, вот, и я вот, начало моей, так сказать, IT-карьеры, именно вот с бытового ремонта цифровой техники началось, то есть с железа, с низов, так сказать. Потом я там еще работал как аутсорсингом занимался, несколько компаний в Чоропчинском Лусе обслуживал, то есть IT-аутсорсинг, компьютеры делал, сайты, занимался спутниками интернетом, серверами, сетями, в общем-то, прокачивал себя, вот. Вот, в 2017 году я приехал в Якутск, вот, и здесь работал, ну, предпринимательство, уже семья, да, двое детей, как бы предпринимательство, такое дело пойдет, не пойдет, поэтому я строился в Институт геологии, ведущим программистом, и вот там работал, получается. Ну, когда ты раньше вот предприниматель, а потом, ну, в такую муниципальную, да, скажем, ну, такую попадаешь, там, дом-работа, дом-работа, как-то попадаешь в зону комфорта, по-моему, вроде как и неплохо, но все равно вот эта предпринимательская жилка в тебе остается, как бы. И вот, как бы, были проекты, идеи, но они как-то все время на долгий ящик, как бы, откладывались. Ну, потом, ну, потом. Да, а вот закрытие ЕКТ, это было как, ну, стартом, что ли, так, выстрелом. И вы тут же сразу поняли, что нужно тут начинать из-за него. Да, 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 я, в принципе, этот сайт, ну, вначале я в одиночку сделал этот портал, где-то за, ну, меньше двух недель, по-моему, это все собрал. Вот, ну, как умел, как это попало, собрал. Ну, первые шаги, да. Да, да, да. Он вперва был не очень, но сейчас это обновление вышло, сайт более быстрый стал, более такой функциональный и по дизайну. Так что заходите, якутсго.ру. Вот теперь жители Чуропчинского улуса, ну, конечно, знали, наверное, да, но большинство, наверное, не знало, что якутсго, основатель, да, информационного портала такого масштабного на сегодня, их земляк. Я особо не афишировал. Ну, вот теперь афишируйте. Ну, сейчас, да, афиширую. Да, даже в другую. Хотя мы общаемся уже в IT-парке сколько год, наверное, скоро будет. Ну, вы большие молодцы, просто взяли его так. Но у меня всегда вот в этом случае при встрече вот с такими, как вы, назревает вопрос. Не страшно было начинать? Конечно, страшно. Вот, а что вас вот толкает? Может, когда-то меня что-то толкнет. Как делать первые шаги? Куда пойти? К кому обратиться? Ну, как сказать, у меня просто были знания, получается, да, ну, хардскиллы, так назовем в IT-шной терминологии, что я умел сам полностью делать сайт, настраивать сервер, устанавливать туда, да, вот этот, я этим занимался ранее. Поэтому я, ну, был уверен, что что-то у меня все равно выйдет. Но, походу, все равно надо обучаться очень. В принципе, мне было интересно больше. Страшно не было. Страшно, вот. Страшно, наверное, обучено женщинам, да, как-то все равно? Да, конечно, если, тем более, ты далека от IT-сферы. Я вообще по специальности врач проработала в найме больше 17 лет. И для меня вот предпринимательство это, наоборот, что-то новое было. И хотелось как бы попробовать себя и в другой сфере, кроме медицины. Конечно, страшно, но, как сказать... Глаза боятся. Глаза боятся, да, руки делают. А кто-нибудь вам, ну, вот, допустим, Павел сам, да, и как мужчина все, и на пролом, еще и с опытом таким большим с 2013 года. Вам-то кто помог? Ну, мне помочь. Я просто до этого работала тоже в нашей медицинской, как это сказать, Сайберии. А-а-а, с командой Сайберии. Да, это IT-проект, компания, которая вот занимается тоже искусственным интеллектом на базе вот как раз компьютерной томографии. Мы, я с ними в стартапе, там, в начале их карьеры тоже работала. И как бы я уже зарядилась, что вот можно, оказывается, не только в медицине работать, а в IT-сфере. И там я еще познакомилась с программистами опытными. И вот как раз с ними мы, как сказать... Первые шаги. Ну, нашли, да, моих других уже разработчиков. Вот они поставили, ну, как... Они дали мне сопутствующие такие советы, как, что надо там и так далее. Ну, еще просто на простых советах можно, да? Не, ну, а все равно практическая часть. Вот это вот сделаем, давай вот так вот сделаем. Ну, да, они, тем более, меня свели со своими этими знакомыми программистами, которые занимаются именно разработкой мобильных приложений. Вот. Так бы я, конечно, сама даже не знала, куда бы это обратиться, кому, кто занимается у нас этим. Так что тут, конечно, мне помогли вот эти вот программисты Сайберии. Ну, вот это вот идеальная зона комфорта, как говорите, да? Вот работаетесь в найме, работаете там с девяти до шести. Ну, внутри есть какой-то все равно бунт такой, да, что хочется что-то свое. Ну, у меня такое было, потому что я раньше был предпринимателем. Предпринимательская жилка, когда, ну, все время двигаешься, что-то ищешь, что-то делаешь, да, чему-то обучаешься. Я в найме как-то такое, ну, не скажу, что это хорошо или плохо, каждому свое. Ну, да, вот дома работают, дома работают, в зону комфорта попадаешь, и, в принципе, ну, еще такого сильного карьерного роста, по моей специфике, нету. Ты как бы программист и программист, как бы ты, что бы ты ни делал, да? А тут какие-то хоть перспективы, да? И, ну, такое я просто решил что-то, ну, сделать. А потом, когда ты уже начинаешь делать, вот, по предпринимательству, да, имеется в виду, это предпринимательство слово предпринимать что-то, да? Когда ты что-то предпринимаешь, то потом все дальше уже какие-то новые шаги, цели, задачи ставятся, и как-то все в собой как-то ложится. Когда человек что-то начинает делать, ну, что-то начинает уже получаться. Ну, я так поняла, не было страшно. Ну, нам страшно. Ну, мужчины в этом плане, конечно, вы как-то более закаленные, что потому что за вами первый шаг, за вами, вот это вот знамя победителя. А в команде сейчас у вас сколько человек, Якутс Гоу? Так, в команде Якутс Гоу на сегодняшний день, ну, 14 человек точно. Также у нас бухгалтерия на аутсорсинге, и по разработке мы сотрудничаем с компанией «Квантум», то есть там команда программистов тоже работает, вот, ну, в целом так. Ну, еще и партнеры, наши друзья, знакомые, те, которые вот, ну, такие люди тоже есть, кто нас морально поддерживает, да, тоже. Вот это хорошо, да? А вот, Марьяна, мама многодетная, вы многодетная, у вас статус многодетной семьи, у вас трое детей, и как вы все это успеваете? Ну, в данное время я сижу по уходу за ребенком до трех лет, работаю я в республиканской больнице номер два врачом-орентгенологом, и мы в 40 лет должны на пенсию выйти. Почему с Айберией? Все, поняла. Я уже начала задумываться, получается, про пенсию. Вам сколько лет про пенсию? Ну, чем-то надо себя вот занять. И решила как раз вот, долго думала, искала себе, вот, что бы мне такое открыть, в чем какие-то мои там софт-скиллы еще помимо медицины есть. Это что такое софт-скиллы? Это мягкие навыки. Мои мягкие навыки, это, наверное, вот как раз из-за того, что наш папа работал вахтовым методом, работает. Я постоянно заказывала с маркетплейсов, с федеральных, ну, сами все знаете, в Айбери, Сазон, ну, это, конечно, длительное ожидание и так далее. И думаю, ну, все-таки надо, наверное, что-то вот придумать. Почему? Я ждала, я долго ждала полгода, почему никто не открывает якутский маркетплейс. И потом все-таки не вытерпела, начала уже вот копать, это все, e-commerce считать, погружаться в эту, как сказать, сферу, и решилась все-таки на это. Ну, 3000 скачиваний, это, мне кажется, очень хорошая цифра буквально. А за сколько это? Вот с нового года, да? Ну, запустились мы в прошлом году, наверное, вот как раз весной, но там все равно у нас был сначала там тестовый период, 3 месяца, потом мы еще набирали магазины, еще столько же, наверное, времени прошло. Ну, в общем, у нас там еще были проблемы с программистом. Сейчас у нас в команде уже 5 человек, есть уже постоянный программист один. Ну, помимо маркетолога, СММщика, есть еще мой компаньон тоже. Вот не знаю, говорить ее или нет. Окей, хорошо. Ладно, не буду пока говорить. А так, пока нас 5 человек в команде тоже, все сплоченные, работаем, ну, как сказать. А вот сейчас я, вот, ну, буквально до начала передачи, я увидела, что у вас на вас, всем очень такое, видно что-то не по магазинам это приобретенное, и видно, что наши вот эти вот национальные, да, все в национальном нашем кавалите. Расскажите мне, пожалуйста. Да, вот эти серьги изготовила Изабелла Павлова, она есть, кстати, в нашем Marketplace. А, и вот еще кулончик тоже, это ее ручная работа. И все они вот на ЕКТ-экспресс. Да, а также, ну, вот кофточку, тоже дизайнерская кофта от Анжелики Боха, наверное, все в курсе, вот она представитель такого стиля Боха. Я являюсь еще членом ассоциации, сделанной в Якутии, и мы, получается, с нашими местными товаропроизводителями все вместе работаем, ну, как активно друг другу помогаем, и мы поддерживаем друг друга. А насколько наши тоже так подключаются активно, да? Да, конечно. У них, у нас приложение, ну, в ассоциации есть, например, производитель бытовой химии, экохимии, Эйге, может, слышали, да? Кстати, можете ее товары тоже приобрести в нашем Marketplace. Там есть стиральные порошки, средства для уборки дома, там, для мытья посуды. Это все экологично именно произведенное здесь Якутии. Также много, много, ну, есть шампуни даже якутские, антуар. Не знали? Знал? Павел. Нет, я честно сказала. Вот я тоже, пока не открыла свой Marketplace, даже не знала, что есть, оказывается, в Якутске такие люди, которые занимаются, ну, помимо бытовой химии, у нас очень много, там, таких брендов, как, ну, вот, Анжелика Боха, там, Наши ножи якутские, Байдамус. Вот сейчас я не говорю про крупных, как Камелёк, Алтан Арт, они, конечно, уже такие, как сказать, флагманы якутские. Вот сейчас мы перейдем на рекламу, а потом продолжим нашу беседу буквально через 4 минуты. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели, в эфире передачи «Якутка». Сегодня у меня в гостях яркие представители Чуропчинского волоса. На радиоканале сейчас ТЭТИМ проходит «Дни Чуропчинского волоса», и у нас в студии тоже представители Чуропчинского волоса Марьяна Николаева и Павел Абрамов. Если напомнить, то Павел Абрамов является основателем информационного портала Якутс.Гоу, а Марьяна Николаева является основателем якутского маркетплейса «Якутэкспресса», которым я тоже только сегодня узнал, к сожалению. Мы продолжим нашу беседу. До рекламы мы рассказывали о том, что подключаются. Но вот тем, кто сидит дома, допустим, те же мамочки по уходу, но что-то делают своими руками, куда им пойти обратиться, чтобы о них тоже узнали с одной единой площадки, как вот «Якутэкспресс». Ну, у нас в приложении есть обратная связь, можете спокойно написать, мы отвечаем всем сразу. Сейчас у нас регистрация абсолютно бесплатная, вот, ну, там самые минимальные комиссии от фактических продаж. Мы работаем с самозанятыми, которые вот сами что-то производят, и также с крупными тоже предприятиями, конечно. Ну, это отлично вообще то, что вот «Якутэкспресс», сейчас я просто могу прийти домой вечером, скачать ваше приложение, и уже с одной площадки, не прыгая практически с одной соцсети на другую соцсеть, у вас найти то, что мне нужно. И ещё это то, что производят у нас в Якутии. А продукты питания есть? Да, конечно, местные экологические продукты. Чуропчинская колбаса чайная, она есть. Вот об этом я не могу сказать. Ну, после нашей переначальной колбасы все подключат. Подключаю с ХПК Чуропча. Да, конечно. Да, экологически чистая. Сама буду тоже всем рекламировать, и сама заказывать только оттуда. Отлично. Павел, расскажи, пожалуйста, про обучение, вот опять же, это как относятся к первым шагам, да, чтобы прийти к своему делу. Да, вот когда мы начали, да, ну, когда я начал этим заниматься, проект, потом пришли, как я сказал, единомышленники, всё равно любой бизнес – это обучение. То есть, ну, как только ты что-то начинаешь делать, ты понимаешь, что в каких-то сегментах, в каких-то, да, менеджмент, маркетинг, там, ещё и разработка, ну, в всяких разных, да, областях, ну, не хватает конкретно компетенций, да. Вот, у нас в республике, да, действует именно, ну, я расскажу про свой бизнес, про IT-направление, да, есть меры поддержки, например, Министерство инноваций, да, Фонд развития инноваций и Технопарк проводят акселерационную программу B8. Кстати, сейчас идёт набор заявок до 12 апреля для стартапов, которые направлены на… ну, которые работают с проектом, которые работают с искусственным интеллектом. До 12 апреля идёт набор. Вот, мы, ну, иногда бывает так тематически, например, искусственный интеллект, до этого был геймдэв, да, иногда бывают просто любые IT-проекты. Вот, мы попали как раз-таки в акселератор B8 2022 года, получается, прошли его, то есть акселерационная программа – это обучение такое интенсивное на практике, на своём именно продукте, проекте, да. Вот это вот огромный жирный плюс, который необходим при первых шагах. Да, потому что, ну, любой стартап, у него в каких-то, ну, не хватает, может, кадров, каких-то компетентных, понятное дело, не хватает инвестиций, да, средств для раскрутки. Знаний не хватает. Ну, и самое главное, да, знаний, знаний таких фундаментальных зданий в этой области, которые могли бы проекту быстрее уже со стадии разработки, на стадию продаж выйти. Вот, так что я благодарю вот именно команду акселератора B8. Мы прошли его, защитились, там было где-то 20 проектов, и не только с нашей республикой, но ещё и с Россией были проекты. Вот, и там шесть финалистов профинансировали, и они получили первые инвестиции, в том числе и мы. Так они ещё и дают стартап. Да, получается, да. Это очень хорошая программа. И благодаря этому мы начали уже как компания и наняли ещё таких сотрудников. Открыли рабочие места. Да, открыли рабочие места, и вот продолжаем работать. Вот, также, конечно, там есть и другие виды мероподдержки, да, но это всё на их сайте. Я вот про акселерационную программу вкратце рассказал. Также есть ещё и другие российские программы. Ну, мы пока их не прошли, но будем подаваться. Первый шаг уже сделан. Первый шаг уже сделан. Мы также прошли, нет, не B8, а акселерационную программу Sprint. Это тоже для местных стартапов. А так, на этой неделе тоже должны подать, успеть подать заявку в акселератор B8. Надеемся на поддержку даже фонда развития инноваций. Ну, вы как вообще практически одна единственная такая вот, да, площадка, якутский маркетплейс, ЕКТ-экспресс. И сейчас вы практически ещё и с опытом своим. Ну, мне кажется, там, да. Окей, хорошо, что-то далеко уходим. Конечно же, в этом разговоре я бы хотела бы узнать о ваших планах. Ну, вот, как я сказала, это мы должны вот в первую очередь пройти акселератор B8. Если получим грантовые деньги, конечно, хотелось бы улучшить приложение, там, доработать сайт, ну, и многое чего другое. А так, конечно, ещё хотелось бы в плане, там, открыть склад или офлайн-магазин, где бы ещё люди тоже приходили и знакомились с нашей продукцией, с нашими товарами, которые представлены на маркетплейсе. Отличный план. Будем расширять географию сначала по республике, а дальше по России, почтой России, ну, и, может, даже за пределы России. Замечательный план. Я вам только успехов желаю в этом. Спасибо. И буду очень следить за вами. А у Павла у вас. Так, ну, в принципе, схожие тоже планы, потому что у многих IT-проектов захватить мир, как говорится, окончательная цель и миссия обычно вот такая сложится. Ну, у нас в планах, да, в краткосрочных планах, ну, новые разделы открыть для сайта, ну, пока не буду говорить, какие. Вот, также мобильное приложение, уже все хотят, все требуют, где мобильное приложение, говорят, поэтому спрос ожидает предложение, как говорится, будем делать. Ну, и, в принципе, вот Якутс Гоу, это тоже такой оригинальный, получается, тест, ну, где родились, там и пригодились, как говорится, да, но тест, но в планах тоже продвигаться по другим регионам России, возможно, СНГ, ну, и так далее. Я вам желаю вообще, чтобы только вперед, под знаменем победы, только вперед, и за пределы республики, и за пределы России, чтобы и только в успехах громко говорить, лоханнык сагарбапы, да. Спасибо, спасибо. И в любом случае, вот в вашей работе, вот в такой, да, она в любом случае требует какого-то вот эмоционального напряжения, да, там, физического напряжения. Вот вместо силы для вас чуропчинский улус? Конечно. Вот расскажите, как вы тут, как вы отдыхаете у себя на родине? Ну, летом, естественно, я еду в чуропчу. Естественно, вот. Да, потому что можно там в Синокос, потому что с детства все равно я села, и вот эти какие-то, как сказать, скрепы духовные, да, мои все-таки якутские, да, и вот там по природе отдохнуть, да, и для любого человека, я думаю, родина – это такое основополагающее, ну, единственное место сила. Малая родина, большая родина, но в основном вот именно место, где ты родился, я думаю, там человек как раз-таки берет, скажем, АИ, да, как говорится, именно в том месте, где человек отдыхает и душой, и телом, и вспоминаешь свое детство, да, такое солнечное это, и, ну, получаешь, я люблю. Ну, если вот конкретно, да, я люблю косить косой траву. На русском так и, ага. Да, на расцвете, вот это вот, мне нравится. О, да, тума, запах свежего, кожаной травы. Тума, запах свежего, это, ну, это надо ощутить, это непередаваемо. Синокос нравится полтун. Да, я люблю. Ну, вот это вот, да, такое случилось, да, у нас у троих сейчас в маленьком пункте, да. Немножко окунулись в лето. Да, Айти, Айти, конечно, где-то там, но вот это вот самые такие приземленные, такие человеческие, можно сказать, такое. Ну, вот я такое люблю. Вместо силы Чуропчинский область, да. Ну, родина имеется. Ну, и понятие такое, да, у нас алас, это не просто, да, вот поле с травой, это у нас глубокие смыслы, как говорится, как в песне Ага-Мала-Ага и так далее. Вы туда всей семьёй ездите? Ну, да, чаще, да, собираемся с семьёй. Ну, вот имею в виду, что вот летом туда все отдыхают. Да, отдыхают, ну, и сейчас у нас синий лукос не прям, чтобы это уже и коров мало, и это почти этого не осталось, но просто вот чисто, чтобы скосить, что вот это мне нравится. Рыбачите? Ну, рыбалка и так не особо, потому что там в Чуропче, ну, побольше реки нету, она только в Мандагае, поэтому там, ну, коросей, да, коросей ловить тоже. Люблю мука и всё такое, или, ну, сетью ловить тоже есть такое. Ну, и спиннинг. Низмин, да-да-да. Спиннинг только здесь. А поохотиться? Ну, честно скажу, да, как-то этот, ну, не особо хожу, честно, на охоту, потому что, ну, зрение у меня, наверное, было это не особо, поэтому так сильно этот. Ну, ходил-ходил, конечно, с отцом, с братьем, ну, у меня братья и отец, они прям заядлые охотники, но я прям так не пошёл, но думаю, буду. Пока ещё, там очень ещё оружие получил. Да, слишком много. Слишком долго и дорого пока что это, но обязательно потом всё равно своё возьмёт, думаю, пойду. Ну, я до сих пор нахожусь под этим прям запахом скошенной, свежей травы у себя на родине. Это самые лучшие моменты. А у вас? У меня уже лет 10, наверное, как малая родина стала село Мандагай. Это вот родина моего мужа. Спасибо бабушке, дедушке. Они сейчас до сих пор держат коров. Мы там каждое лето отдыхаем телом и душой. Свежее молоко, кёрчах по утрам, соратное перед сном. Это такие руталы уже, как сказать, обыденные в Мандагае. Ну, естественно, нам даже моря не надо. У меня дети говорят, я хочу на море в Мандагай. Поэтому я всегда говорю, Мандагай — это рай. Нам больше ничего не надо. Также берём спиннинг и рыбачиваем детьми, ставим палатку. И что ещё нужно для счастья, когда ты на свежем воздухе? Такая красивая природа. Это вот как раз заряжает энергией прямо на всю, так сказать, на всю нашу длинную зиму, наверное. Вот оттуда и заряжаемся мы. А хозяйство, вы прямо, они всё так держат и всё поддерживают уже, да? Да, да. Ну, молодцы. Вот то, что они прямо такие, как сказать, правильные, что ли, вот как соблюдают обычаи и традиции. И для них это как бы вот тоже места силы, ну, как сказать. Обычаи и традиции. Обычаи, да, соблюдают. И поэтому у них там очень много родственников. Все живут, не выезжают с Мандагай. Настоящие патриоты. Да, да, да. Улун халан аймах. А, вот, да, да, да. Ну, также, конечно, мы не забываем, ездим постоянно по пути, там, в Ажулун заезжаем к нашей дёте, в Хатылы у нас там дядя сейчас. Ну, и в Чуропчу у нас тоже куча родственников. Поэтому это, как сказать, у нас выезд в Чуропчинский район минимум на месяц, наверное. Вот, круиз такой. Ну, летом, да, выезжать из республики Саха-Якутия, кажется. Для меня тоже кажется, что это зачем? Зимой можно уехать куда-то, да? Но самое лучшее лето, мне кажется, в Якутии. Летом хорошо в Якутии. Внутренний туризм. Ну, есть места. Да, кстати, вот поскольку. Мандагай, это рай, кстати, как слоган, вот, туризма. Можем там домики сделать. Я там тоже уже подумывала об этом. Потому что все спрашивают. А у вас там есть маленький домик, где мы можем с вами поехать? Я постоянно так рекламирую. Я говорю, как-нибудь поедем с палаткой там. Нет, мы хотим там со своей семьей, чтобы в домике там. А вот, кстати, Миша свободная. Бизнес-идея для чуропчицких предприятий. Вот и родилась. Она была, да. И вот сейчас мы просто, может, мариально, допустим, следующим летом придет и скажет. Все, у нас там есть сервис для туристического потока. А Мандагай, он, вы сказали, что только там можно рыбачить. Ну, да. Ну, рек не так много в Чуропче. Мандагай, Морла. Морла еще. И они по реке. Да. Там га там проходит. Ну, идея была, да? Ну, конечно. Она у меня до сих пор есть, между прочим. Ну, мы там взяли один маленький участок для себя. И, ну, пока это в планах тоже, наверное, хотя бы для себя построить летний домик. Чтобы туда можно было спокойно приезжать. И с друзьями, вот. Ну, там, с родней, там, с другой стороны, там, звать. Потому что все хотят приехать в Мандагай. Мандагай, это рай. Да. А вот хотелось бы вопрос задать. Как ваши половинки, как год семьи же, да, у нас, как ваши половинки поддерживают все ваши вот эти вот проекты, ваше начинание? Так, ну, что сказать, конечно, для любого предпринимателя, да, для любого человека семья – это тыл. И без крепкого этого, понимающего тыла, всего этого не было, да, например. Ну, куда ты пошел, да, какие-то там бизнес-встречи, там, или какой-то мастер-майнд, клуб по интересам с айтишниками, куда кто-то вечер поздно приехал, да. Понимающий человек, в принципе, вот. Вот, да, конечно, это все нужно, и семья тоже – это, ну, это основа основ, как сказать, фундамент, да, это твоя хорошая семья, я думаю, ну, в любом деле, не только там, претенувальцы или что-то, только в любом деле это, конечно же, самое важное. Как говорит Доминик Торетто, семья – это главное. Я тоже хочу поблагодарить своего мужа, который поддержал меня, дал тоже такие хорошие советы, всегда меня понимает. И, как сказать, мы с ним на одной волне. Вот, да, это главная поддержка. Сейчас, мне кажется, после нашего выпуска ваши земляки узнают, что у них есть вот ребята, да, основатели Якутс Гоу, основатели якутского маркетплейса, Екатэкспрессы. Все же земляки гордятся за своих ребят, да, которые выезжают за пределы своего родного Улуса и реализовывают свои мечты и планы. Этот выпуск был посвящен Чуропчинскому Улусу. Весь день сейчас у нас посвящен Чуропчинскому Улусу, потому что команда радио «Татим» работает там на местах, встречается с интересными людьми, рассказывают о жизни Чуропчинского Улуса. Большая благодарность за то, что вы сюда к нам пришли и рассказали о своих проектах, рассказали о своей родине, да, об этой красивой, вот о запахе скошенной травы, о проекте, который, возможно, скоро реализуется, да, на берегу реки села Мандагай. Ну, дай бог, чтобы всё получилось, если всё получилось, конечно, и везде всё получится. Ну, спасибо, что пригласили. Да, очень рада знакомству с вами, Мария. И я очень надеюсь, что это будет не наша последняя встреча. Я теперь вас знаю на лицо, многие теперь вас знают на лицо. Спасибо вам большое за ваши интересные проекты, за ваши идеи. Ну, всё, я сейчас побежала скачивать приложение ЕКТ-экспресс. Спасибо вам большое, телезрители, радиослушатели, до новых встреч. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok